Всем привет! Сегодня снова был на традиционном, теперь уже опросе граждан по интересующим не только меня, но и других людей вопросам. Сегодня был в Сокольниках, предательски села батарейка на камере, поэтому сейчас как бы такую небольшую, либо вступительную часть, наверное, либо резюмирующую, записываю на телефон, извиняюсь за качество. Здесь сегодня очень много людей проходило мимо, не соглашались говорить ни слова, тех немногих людей, которые удалось расположить к разговору. Более-менее были, конечно, откровенны. Хочу отметить, что в большинстве, на мой взгляд, люди боятся, боятся останавливаться, боятся камеры, боятся микрофона, боятся отвечать на вопросы. Просто сразу перехожу именно к ответам людей. Все как есть, потому что самому интересно в этом разобраться и увидеть, что на самом деле думают люди. Я сам устал от лжи, которая льется не только с федеральных каналах, но и перегибы есть на YouTube-пространстве. Мне хочется самому лично пообщаться с людьми, узнать их точку зрения. В целом могу сказать, что цели Кремлевского команды, их технологии по запугиванию общества, чтобы человек либо молчал, либо уезжал, она срабатывает. Тотальный страх сеет у людей, чтобы люди молчали. Есть, конечно, люди, которые не боятся сказать, слава богу, это воодушевляет, но в целом картина, к сожалению, вот такая. Она меня удручает в некоторой степени, но в то же самое время поднимает настроение, когда встречаешь живых людей. В основном молодых, но вот сегодня вы на ролике посмотрите, что и представитель старшего поколения, дедули 82 года. В общем-то, достаточно трезво оценивает ситуацию. Всем спасибо, друзья. Наслаждайтесь роликами. Добрый день. Мы переносимся в 2024 год. Это выборы президента. И во второй тур проходит два кандидата, предполагаемые. Это известный телеведущий Иван Ургант и наиболее вероятный преемник Владимира Путина Дмитрия Анатольевича Медведев. За кого бы вы отдали свой голос? За Ургана. Почему такой выбор? Ну, потому что Медведев не оправдал свои надежды. Спасибо. А как вы считаете, Иван Ургант справится с задачами президента? Он немножко помоложе и получше внешне. Ну, пройдет, конечно, Орешников, а Адам за Урган-то. Орешников ваш предполагаемый кандидат, да? Нет, не мой, но приемный. Но среди этих двух вы бы отдали свой голос за Иван Ургант? Конечно. А почему такой выбор? За Урган-то? Почему? Ну, из двух клоунов выбираем посмешнее. Конечно, за Медведева. Почему такой выбор? Ну, Урган еще не дорос до этого. До такого выбора? Все-таки он своем мэн. Вы считаете, что он не справится с обязанностями президента? Ну, со временем мог бы и справиться, но не сейчас. А вы не считаете, что Дмитрий Медведев уже довольно-таки долго находится на руководящих постах в России и результаты, ну, оставляет желать лучшего? Ну, я не могу об этом судить. Не имею права. Почему? Ну, член партии «Единая Россия»? Урган, может быть, и потом бы мог стать, но сейчас нет, попозже. Кто-то другой должен быть. Медведев, конечно, тоже уже давно в власти и уже годы у него. Нет, не за Медведева. Нет, нет. За Ивана Урган-то, да? Неизвестно телеведущей. Ну, это я знаю, но он телеведущий. Ну, то есть ваш выбор какой? Мой выбор, ну, не Медведев. Как вы? Я тоже. Не Медведев. Не Медведев. Если выбор станет между этих двух кандидатами все же? Не за кого? То есть не будете принимать участие в выборах? Не буду. Ну, естественно, за Медведев. Почему такой выбор? Ну, потому что это политик с большим опытом. Урган-то, конечно, Ваня, я тоже очень люблю и уважаю, но, тем не менее, в политике должен быть политик, который четко понимает приверженец, в общем-то, заданного плана и стратегии развития страны. Это очень важно. Благодарю вас. Хорошего выбора. Я за Урган-то. Почему такой выбор? Ну, надо... Нужны перемены какие-то. Ну, и Урган-то у меня производит впечатление умного человека. Умного человека. И одно то, что он сказал, соловьиный понос, это вообще шедешь. За Ивана Урган-то для разнообразия. Это же за политические вопросики. Урган-то и Дмитрий Анатольевич. Сложно сказать, надо читать предвыборную программу. Ваше мнение? Я некомпетентна в вопросах политики. Ни за кого. Не пошли бы на выборы? Нет. За Урган-то. Почему такой выбор? Ну, я считаю, что в такой системе управления в принципе нельзя долго находиться. Надо людей менять. Вот. А во-вторых, Урган-то более творческий человек. Я надеюсь, что нам очень сильно нужно что-то новое в политике. Справится со своими обязанностями президент? Помощников найдет. Если будет задача, справится. Мне кажется, люди сейчас так далеко не думают. Наши россияне. У нас только недавно прошли выборы. И все осталось на своих местах. И мы вдохнули-выдохнули, расслабились и живем дальше. А то, что думают там политизированные... Люди нашего с вами поколения, молодежь, ну, как бы... Они думают, говорят, но ничего не делают.